привет друзья я сейчас нахожусь в городе астана так мы зачем можно так перевернуть конечно камеру и все равно все отсвечивает как вы други немножко проведу эфир хочу пообщаться потому что очень много новых подписчиков вот и и можно познакомиться да вот так вот так вот так в общем все мы этот я устроился сейчас должен быть громче слышно до новеньким всем привет на сразу с дом 200 человек уже кыргызстан целом алейкум горе низги салем до старт так говорят сейчас как дела в общем друзья сейчас нахожусь в астане немножко скучно думал пойти прогуляться но я думаю на моцелон пойду чуть позже сейчас я hello я сейчас немного этот и пойду потом гулять в общем всем привет записаться онлайн можно адыгея приветствую а стран астана очень красивый город очень комфортабельный только не зимой а зима здесь 9 месяцев в году поэтому немножко на такое да напрягает холод но те кто любит холод тому классно грузия привет на грузинском я не знаю варзес или это армянский гамар джоба знаю коман москва беларусь тыва тыва привет завтра мастер-класс до увидимся готовьтесь добрый вечер германия от рау есть много вопросов пусть и виногорск ченкент дубай дубай у вас там жара наверно плюс 60 да мы тут умираем и как вы там я не знаю стамбул ураль в общем со всех со всех со многих регионов с разных городов ридер он подключился балхаш от рау узбекистан в общем всех приветствую я очень рад что вы здесь со мной нидерланды даже америка вот мир оба я знаю бурда как этот араба мотор парчаларная вот это мы ездили в командировку в турцию в турцию и там вы везде италия узбекистан бишкек друзья у кого есть вопросы у кого есть там срочно болит какой то есть запрос мы можем сегодня здесь разобрать с вами но я мог я единственная буду это использовать в рекламе вы будете сделать вырезки будут я буду это заливать в youtube короче везде и это публичная фирма в принципе но как бы он общедоступны поэтому немножко есть что-то вы хотите там ну короче не называйте имен фамилий и так далее да вот и все и будем разбирать или кто открыт и готов себя разобрать в общем волкам прямо сейчас карачаевцы привет жаль что вы не обучаете я по поводу обучения мне есть ученики единственное сейчас я не обучаю почему потому что у меня я пока методику как бы не совсем хочу короче поменять методику но чё-то лень за это садится пока но я думаю как это сделать онлайн чтобы это масштабировать можно было но стоит ли продолжить отношения сексуальной части очень сильно страдает тебе придется либо свою сексуальность подавить либо его сексуальность раскрыть иначе это приведет все равно ким-то там ну траблом в семье я бы не рекомендовал лучше идите и к социологу там разбирайтесь левый глаз психосоматика не хочу видеть женщину как принять свой дар ему нужно просто применять по-другому вы не сможете его принимать уже просто принять принимать людей о все тем мне кажется я ведь я не знаю паркинсон я не лично смотрите многие путают мне что я там целитель я не исцеляю никого по поводу долгов самый богатый человек вавилоне нурханты вы не можете присоединиться у вас что-то с настройками герпес это же первый признак того что иммунка упала то есть нужно закаляться нужно в общем к врачам пусть и не вам будут иммунитет поднимут меня что поясница это ну хан но я могу но у тебя настройки и те я что-то с настройками сделать это не я не принимаю это у тебя что-то не то поиски атаки пусть приходит нурх я так понял вы хотите в эфир но как-то вы пишите стартан майра отправили что ватра посмотрим он немножко тормозит инстаграм ну и и и и и и Давайте, я хочу обиды на маму, давай. Что-то сегодня все слетают. Меня зовут Маляка, я из Кыргызстана, у меня обиды на маму. Что она сделала? Когда я закончила школу, она вышла замуж и уехала в Казахстан. А я осталась здесь, с тетей. Сколько лет было? 16. 14. 14. 14, 16. 14. 14, 16. И сейчас тебе сколько? 37. И как это тебе мешает сегодня? Я общаюсь с ней, я как бы разговариваю, делюсь с ней, но во мне обида сидит до сих пор. Я никогда это не высказывала, но она меня прям гложет, она мне мешает, мешает мне жить, мешает как будто добиваться каких-то целей. Вот она меня прям гложет отопит. Угу. Замужем-то нет, дети есть? Я разве... Одина, у меня один сын. Сын сколько лет? 12. 12. Мужчина есть? Нет. Я пока предполагаю, ладно? Ты таким образом, как ты, в пустоту заливаешь болью, да? Внутри. А? Зачем ты это делаешь, скажи? Не знаю. А? Во мне реально какая-то пустота. Угу. Ты перепутала любовь с болью, и теперь тебе надо, чтобы у тебя болело. Ты нашла самую болезненную ситуацию в жизни, и начинаешь ее накачивать. Да. Так примерно или нет? Примерно, да, так. Угу. Во мне реально пустота, я не могу, я вроде бы что-то делаю, я делаю шаг вперед, но три назад. У меня ничего не получается. Ни в отношениях, ни в делах. Угу. 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 С папой отношений какие? Угу. 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 Я его видел, а я знаю, кто он. Он знает меня, но мы никогда друг друга не признавались. Почему? Мама родила меня от женатого мужчины. И что теперь? Мы долгое время жили на одной улице через два дома. Я знаю его семью, жену, детей. И что, не поговоришь? Я не хочу. Почему? Я никогда не признавал меня. А сейчас? Нет. Она просто залетела без его спроса, что ли, от него? Или что? Ну, будучи женатым, она... Дорогие девочки, смотрите, я вам сейчас всем объясню пока, да? Мужчина не понимает вот так ребенка, как от тебя сейчас, да? То есть, ну, отвергает. Тогда, когда вы рожаете, не спрашивая мужика. Выдыхай, это получается тогда, когда ты такая, там, с ним трахаешь, он тебе говорит, не рожай, я женатый. Я нахуя залетела. Понимаешь? Выдыхай. Это худшее, что можно сделать на самом деле. Вдох, вблоке. Давай, выписывай. Ты не можешь ничего добиться, потому что отца нет. Обида на отца, это обида на саму идею ответственности. Что сейчас произошло? Не понимаю. Легче, да? Вывалилось что-то или что? Груст ушел? Да, вот как будто что-то вышло. Вышло. Угу. Вдох глубже. Теперь только про папу поговори. Я знаю его в лицо, знаю его детей. Дружила с его дочкой, которая с Дашей мне на 3 месяца. Ну, в принципе, его дети тоже знают обо мне. Но они не принимают меня как сестру. Я, в принципе, тоже их... Ну, они не то чтобы не принимают, они не любят меня. А я их, ну, никак не считаю просто как соседи. Я росла и жила с ними как с соседями. Вот так. Что еще про него сказать не знаю. Я, можно сказать, всю свою... Ну, вот до 16 лет я прожила с ним на одной улице. Сейчас... При этом вы просто не здоровались, да, или что? Нет, мы не здоровались, а мы когда... Дорогая, ну, я точно не спрашивала мама. Скорее всего. Наверное. Он не хотел, а она родила. Ну, да, у него уже тогда был сын, и... Еще вдох. Ну-ка про папу поговори еще раз. Ты ждала с ним на одной улице, он с тобой не здоровался. Да. Ты ходила, что чувствовала? Ничего не чувствовала. Потом, когда мне было 11 или 13 лет, не помню, мама мне сказала, кто мой биологический папа, хотя до этого мне сказали добрые люди уже об этом. Что чувствовала в этот момент? Я плакала, когда мама мне сказала, я плакала. А сейчас... Сейчас ничего не чувствую. Хорошо. Давайте к маме вернемся. На маму тебе за что ты злая? Мама вышла замуж, родила там троих детей. Тяжело они жили, и тяжело им тяжко было. И семьи... Я живу у тети, и моя тетя всячески ей помогала. Я потом уже, когда вышла замуж, была замужем, потом уже, когда развелась, я ей помогала. Я до сих пор помогаю ей. Когда я ей помогаю, она обесценивает мои подарки. Обесценивает то, что я для нее делаю. Ей не нравится то, что я для нее делаю. Что ты делаешь? Ну вот, например, когда я собираюсь к ней в гости, она там просит что-то купить. Я покупаю, она приезжает, я приезжаю, покупаю, она смотрит, там ей то качество не нравится, то... Ну, в общем, вот так. Недавно вот она болеет, я ее записала к мануальному терапевту. Едем к нему, не можем его найти. Она там спрашивает у попутчиков адрес этого терапевта. Ей говорят, да, что он хороший, типа, вам туда нужно попасть. А потом в итоге выясняется, что мы говорим про разных терапевтов, не про того, который... Ну, вот та женщина говорила. И мама говорит, видишь, мы не туда едем. Мы не к тому хорошему едем, терапевту, к которому ты меня везешь. У тебя, мужики, все абьюзеры, да? Я предполагаю сейчас. А? Да. Да. Почему ты позволяешь тебе абьюзить, скажи? Что у тебя в голове там происходит? Не знаю. Всегда так было почему-то. Почему ты нормальных не принимаешь, мужчин, а вот абьюзеров ты как-то терпишь? Что происходит? Я сама и сама не понимаю, миллион раз себе задавала вопрос. Не нашла ответ? Нет. Хочешь, я отвечу? Да. Я недавно это в канале писал. Когда человек тебя абьюзит и любит одновременно, так могла делать только мама, говорить гадости и любить. Это моя мама? Да? Это не только твоя. Это ей только позволительно. И когда мужчина тебе говорит гадости и абьюзит одновременно, то он встает в позицию мамы. И ты тогда снизу становишься. Это один из приемов пикапа. У тебя такое платье красивое, красивое на зеленое было бы лучше. Это вот эта херня, поняла? У тебя попка такая упругая, она чуть-чуть висит. Вот она тема эта. И вы эмоционально взлипаете на эту херню. И из-за того, что ты любовью мамы не наполнена, ты позволяешь эту херню, потому что ты недостающую любовь от мамы, у тебя перепутанная в голове. Поняла? Ты наполняешь этим говном. Я к тебе пока в мозг залазил. Ага, выклапивай. А как мне заполнить эту пустоту, которую мне не хватило от мамы? Сначала дерьмо выпусти, выпусти сейчас. Давай. Сначала дерьмо. Не старайся сдерживать слезы, я тебе позволяю, я тебе разрешаю плакать. Сначала дерьмо. Продолжение следует... 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 Легче тебе? Завершаем? Давайте еще одного человека, я пойду гулять. Мне нужен вечерний мимоцион, потому что завтра у меня с утра подкаст, надо будет съездить на съемки. Мне все хорошо получилось, просто кто первый раз, там вот так выпадает вот это все и потом останавливается. Ничего не хочется. Рассказывай. Здравствуйте. Как тебя зовут? У меня на лице маска. Ничего страшного. Меня зовут Диляра. Откуда ты? Уральск. Уральск. Видите, я до чего женщин довел в маске, без макияжа в фильмовой эфир выходит, не боятся. Я вообще в шоке. Я так к вам основной хотел попасть в Алма-Ату и об этом каждый день думаю. Что когда в Вратике был, не знала ты? Нет, не знала. Я в шоке. Рассказывай, родная. С чем пришла? У меня обнаружили рапочки. Я уже оперировалась в прошлом году в Алма-Ате. Я вышла злокачественная, потом с мужем родились. Но главная проблема у меня какая-то, не знаю, созависимость от бывшего мужа. Это моя первая любовь, школьная любовь. Единственный мужчина в жизни, да? Последний хер на планете в той серии? Да, в той серии. Ну я знаю, что я не последняя девушка, разведенная, но вот это то, что у меня не полноценная семья. И сколько теперь? И меня вот за ткань жизнь. Сколько лет? Тридцать три. Тридцать три. Как это, как говорят, разведенная там с детьми или что-то? Как там? Сколько. Сколько у тебя детей? Четыре. О-о-о-о. Что-то где-то созависимые отношения четверо детей. Ты, конечно, корнями друг с другом вросли. Младшему младшему сколько? Три годика. Ты минимум через восемнадцать лет освободишься от него. От своего бывшего. Я не хочу. Когда младший повзрослеет. Я не хочу так. А как ты хочешь? Я хочу просто спокойно жить и не обращать на его вообще манипуляции. На все, по-моему. Он через детей манипулирует или как? Через детей. Что он говорит? Ну что? Я плохая. Мама к папе не пускает там или что? Нет. Я детей не ревную. Я, наоборот, им говорю, езжайте к папе. Езжайте к папе. Будьте с ними. Ну, как бы. Пусть он забирает. А почему ты решила, что у тебя созависимые отношения? Ну, я сама нормально жить не могу. Когда его нет, тебе плохо? Когда он издевается, тебе хорошо? Или что? Мы с ним разводились уже в шестнадцатом году. Мы вообще сейчас в разводе. Потом через два года сошлись обратно. Все, замолчи. Замолчи, блядь. Тебе так внимания не хватает? Или что ты с него выдаиваешь? Да. Это по-моему. И вот это у меня в голове застряло. Мои мечты. Я хотела... У тебя другой мужик есть. Ты в кого-то другого влюбилась. Нет же? Нет. 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 У тебя вот муж. Ты его выгоняешь. Потом год вы живете отдельно. Потом сходитесь опять. Вот так происходит. Эта херня не заканчивается. Нет. Дети всю душу вынули уже, да? С лекровой с тёщей за... Что вы хотите? Я хочу нормально жить. Как? С ним с кем? Нет. Без него. Вот именно без него. Но у меня не получается. В смысле? Что значит не получается? Я скучаюсь, живу, но всё равно, так сказать... Не могу сказать, что скучаю, но мне не хватает. Или я жертва реальная, я не знаю, что это такое. Я... Девочки, честно я вас не понимаю. Что значит я хочу без него, но не могу? Это как? Как? Он тебе подходит? Устирится? И сама раскрывается? Или что, блядь, происходит? Да всё глубже. Как это происходит? Я не знаю, это на какие-то детские мечты, которые я нарисовала, что я должна быть в ней всю жизнь. Смотри, дорогая, давай вот так, у тебя детские мечты, связанные с ним, у тебя у него четверо детей, вот и всё у тебя сошлось, мечта осуществилась, почему ты хочешь эту мечту разрушить? Только у нас и так всё разу, до первого развода он руку поднимал, я ушла, потом мы сошлись, и второй раз у нас тоже не особо получилось, в итоге я потом заболела. У тебя почка правая? Да. Как долго ты думаешь, что свои надпочечники будешь грузить без... как это, безнаказанно? Вот тебе онкологию одну операцию сделали, сейчас вторую будут делать, да? Или что там будет? Ты сколько ещё будешь это делать с собой? Ну я вот хочу остановить это, я знаю, что я себя могу так довести. Ты уже довела? Ну, один... Ты очередной одно сейчас пробиваешь опять. Я стою на учёте в онкологии уже. Я понял, тебе внимания не хватает, у тебя страхи. Потому что почки — это страхи. Правая почка — это страх за мужчину. Ну, мужские страхи какие-то, про мужчин страхи. Ты боишься, что он уйдёт? Ты боишься, что он умрёт? Ты боишься, что он сделает? Ты боишься, что другого мужчину ты не найдёшь? Ну, конечно, думаю, что четырьмя детьми кому-то нужна, ну, как бы... Смотри, кому нужна? Ну, я себя, я нужна, я знаю, детям. Это говно тебе кто в голову залил? Вообще, мой бывший муж, когда ещё... Смотри, если тебе было 19 лет, у тебя четверо детей, явно ты нахер никому не нужна. Понимаешь? Ну, а когда у тебя 33, 40 лет, по-любому может понимать, что у тебя дети. Я себе нужна, я хочу это понять, что я себе нужна, и моё здоровье мне нужно, и детям нужна. Ну, я как бы... У меня депрессия. Давай я тебе сейчас вот эту историю расскажу. Я не знаю, вы иногда недопонимаете, или что происходит, я не знаю. Вчера женщина приходила, у неё онкология вульвы, я не знаю, я вообще не знал, что такое бывает. И эту вульву, короче, вырезали. И я когда начал спрашивать её про оргазм, она говорит, я нет, я этот... Нету оргазмов, вообще я у либидо упала, своего мужчину не хочу вообще. И я, говорит, не хотела и ему давала постоянно. Я говорю, ну теперь я тебе поздравляю, ты официально не можешь давать, тебя там всё, блядь, вырезали. Понимаешь? То есть твоя психика, когда ты идёшь на перелом, она всегда будет тебя поиметь. Сколько ты себя ещё будешь ломать? Ну вот, хочу поставить стоп, у меня не получается. Когда? Сейчас, с сегодняшнего дня хочу. Я не знаю, что делать. Ну-ка встань давай, вставай, закрывай глазки, дай я тебе посмотрю. А, меня не видно всё равно. Ага, вот так, закрывай глазки. Руки не скрещивай, вдох через нос, выдох через рот, просто дыши глубоко, давай. Говоря глазки. Говоря глазки. Вдох. Вот так. Ещё глубже. Все свои страхи выдыхай, напряжение выдыхай, переместила. Вот так. Ещё. Вот так, моя, хорошо. Ещё давай. У тебя откуда столько социальных массов? Тебе для всех хорошее надо быть, да? Да. Да. Лицо ж не имеешь. Чувствуешь? Давай глубже вдох. Ага. Вот так сейчас уточка будет. Тобой манипулировать можно? Тебе можно сказать, что ты плохая девочка и ты будешь подпрыгивать. Да? Да. Да. Доказывать, какая ты классная, какая ты правильная. Я. Говори я. 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 Имя. Диляра. Имею право на ошибку. Имею право на ошибку. Ага. Повторяй. Я. Я. Диляра. Имею право на ошибку. Ага. Ещё. Я. Диляра. Имею право на ошибку. Ага. Что за губами? Повторяй ещё. Я. Диляра. Имею право на ошибку. Видите? Что за губами происходит? Давай ещё. Я. Диляра. Имею право на ошибку. Ага. Ещё давай. Я. Имею право на ошибку. Ага. Повторяй. Не останавливайся. Я. Диляра. Имею право на ошибку. Я. Диляра. Имею право на ошибку. Я. Диляра. Имею право на ошибку. Я. Диляра. Я, Диляра, имею право на ошибку. Я, Диляра, имею право на ошибку. Я, Диляра, имею право на ошибку. Что в теле? Лицо успокоилось. Здесь немножко какое-то движение. Да. Вы что глупо? Сейчас что в теле? Покоение какое-то напряжение. Что? Какое-то успокоение. Напряжение как будто пропадает. Хорошо. Выпускай напряжение свое это все. Видишь, Лиас? Угу. Спасибо. Спасибо. Что сейчас в теле? Становится как будто все равно на чужое мнение. Как дела у тебя за что чувство вины такое скажи? В чем виновата? Чувство вины. А? У меня вообще чувство вины очень сильное. Откуда? Что сделало не так? Проговаривай давай. Что сделало не так? Таблетки глотала. Чье внимание ты хотела получить? Бывшего мужа. Ну в то время он был моим парнем. Угу. Я наглоталась. И ты еще таблеток наглоталась и он еще на тебе женился? Да? Вообще он не поверил, что я в больнице лежала с отравлением. Не пришел даже. И ты думаешь все равно за него пойду? Да. Я за него все равно вышла. У вас мозги в каком месте бывают? Объясни мне. Ты глоталась таблеток из апотидурка. Сама дура тоже конечно. Он не поверил, что тебе в больницу не пришел. Ты такая точно мой мужик, да? Как это у вас происходит? Скажи. Ну я с ним рассталась. Через три месяца как бы он пришел и я простила. И так и осталась. Не знаю. Я вот с женщин все равно немножко похереваю. Сколько раз слушаю ваши истории. Где моя сама оценка? Не могу понять. Почему? А с мамой отношения какие у тебя? С мамой отношения хорошие. Ну, когда я была в школе, она такая женщина холодная была немного. У меня с папой отношения очень близкие с тобой. Мама была холодная. Сейчас в отношениях хорошие, я ей все рассказываю. Вот дыши, дыши. Я чуть-чуть поиздеваюсь немного, дыши пока. Вот я сейчас ко всем девочкам обращаюсь, да? Вот такие флажки летят. Сука, это абьюзер, да? Нет, вы в это говно вляпываетесь все равно. Сами, на хрена? Я всегда вспоминал, у нас, знаете, собака была боксер. Собаки-боксеры, они, оказывается, эти, каких, пастухи. И они любят такие говно это говяжья, коровьи лепешки. И она постоянно в них... Ты куда пошла? Я кучу и дам... И она постоянно в этой говне вот так вывозится, и потом ее мыть задолбаешься, короче. Я ее выгуливал, и там такая лепешка. Короче, я ее увидел, и она увидела. Я ей ору не надо, и она вот так... Она отворачивается, уходит от этого говно. Резко поворачивается, разбегается, и вот от носа и до кончика хвоста вся в дерьме будет, прыгнула. Зачем вы это делаете? Объясните, пожалуйста. Кто знает, напишите в комментариях. Есть такая умная книжка. Называется «Охота на самца» Алекс Лесли. Пожалуйста, прочтите все. И там прямо показано и сказано, где абьюзер, где нормальный мужик. Нормальные мужики, они часто всегда ведут себя как придурки. А придурки ведут себя очень настойчиво. И многим женщинам иногда проще дать чему объяснять, почему нет. Как дела, дорогая? Нормально. Нормально. Перестала? Трясти перестало тебя? Да. Присаживайся. Что изменилось сейчас? Не знаю, здесь что-то легко стало. А что поняла? Я нормальная девушка. Угу. Папа. 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 Папа, жена. Ещё чего-то. Я во всём я всегда. Personally. Мальчик. Не отлично умеет. И ... С чем уходишь? С чем уходишь? С чем уходишь? С чем уходишь? Комментарий огонь, да? Я не успела бы читать, что там. А, ладно. Я говорю, с чем уходишь? Там написание, что не последний хер. Завершаем? Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Привет. Давай, хороший вечер, дорогая. Друзья, всем большое спасибо. Я вам благодарен, что вы мне помогаете делать эти вещи, потому что вы все участвуете. Мы все участвуете. Вы все участвуете вместе со мной. Если бы не вы, эти эфиры бы не получались, потому что для таких эфиров все равно важны зрители. Ваше участие в том, что вы сопереживаете, пишете. И поэтому вам большое спасибо. Я думаю, что периодически эти эфиры буду делать, поэтому следите за моими рилсами, следите за столицами, следите вообще, поставьте уведомления, когда я выхожу в прямой эфир, для того, чтобы на них попадать. Я, когда научусь немножко правильно распределять свое время, я когда-нибудь, наверное, дойду до того, что буду заранее об этом объявлять. В сторисах, там еще где-то, в рилсах. Но пока вот, в общем, это, вот, кого поймал, того поймал. Но нас было 500 участников одномоментно, как-то даже, по-моему. Большое вам спасибо. Люблю. Обнял, приподнял, покружил, поцеловал, поставил на место. Все. Давайте. Подписывайтесь на канал.